Сотни тысяч людей передают друг другу множество повествований о загадочных мистических историях, которые случались с ними или их родственниками. Но что, если какая-то часть из них является правдой? Согласитесь, ведь в теории правдивость одной из тех историй возможна? Именно о таких историях пойдет речь. 1 июля 2014 года, страдая в бессоннице, пользователь Нейтан написал пост, утверждая, что его мертвая подруга Эмили посылает ему сообщение на Фейсбук. Эмили погибла 7 августа 2012 года в результате страшной аварии. 4 сентября 2013 он получил первое из тех многих сообщений от его мертвой подруги. Оно начиналось с простого привет. Как утверждает Нейтан, только он и мать Эмили имели доступ к учетной записи в Фейсбук его погибшей подруги. Но когда стало ясно, что не ее мама отправляет сообщение, он стал думать, что одна из его последующих подруг взломала аккаунт. Пару месяцев спустя Нейтан получил второй поток сообщений от Эмили. Он сразу понял, что сообщения были только отрывками предыдущих разговоров, которые он отправил Эмили через Фейсбук, когда она еще была жива. Это напугало его еще больше. Нейтан начал получать уведомления о том, что Эмили помечает тегами себя в фотографиях. Впоследствии он узнал. Эмили начала помечать себя и места, где они побывали вместе. Он связался с администрацией в Фейсбук и они сказали ему, что с жалобами на эту страницу обращались с тех пор, как Эмили умерла, что она мучает свою семью и родителей. Нейтан изменял пароль в Фейсбук несколько раз и даже включал двухфакторную аутентификацию. Но сообщения от Эмили продолжали приходить и начали принимать зловещий тон. Их стало только больше. И он очень нервничал до тех пор, пока вдруг Эмили не использовала свою новую фразу, которой не было в старых сообщениях Фейсбук. «Здесь очень холодно. Я не знаю, что происходит». От этого у Нейтана сердце ушло в пятки. Нейтан сохранил эту переписку. Он ограничил доступ к своей странице и закрыл доступ к учетной записи Фейсбук Эмили. Но она до сих пор не могла отойти в мир иной. Она отправляла фото Нейтана, которое делала из-за угла, или фотографии, которые, как говорит Нейтан, были сделаны в то время, когда никого не было дома. «Это моя дверь. Это мой компьютер. Я не знаю, кто это фотографировал. Помогите!» 26 октября 1965 года индианаполисская полиция выехала на вызов, где, по словам вызывавшего, погибла девочка. Звонивший был подросток, который дрожащим голосом направил полицию по адресу 3850 East New York Street. Когда полицейские приехали к невзрачному и мрачному дому, они нашли истощенное тело 16-летней Сильвии Марии Лайкенс. Она была покрыта синяками и находилась в небольшой комнате под номером 100. На ее теле были найдены большие участки телесных повреждений, следы от спичек и сигарет. Также на ней была написана большая цифра. Но то, что больше всего бросалось в глаза, так это то, что на животе девушки были буквы, гласящие «Я проститутка» и «Горжусь этим». Все началось с тех пор, когда ее родители оставили ее и ее сестру. Дженни зарабатывала на жизнь 20 долларов в неделю. Три месяца до смерти она работала на семью Бонежевский горничной. Когда она пришла очень поздно, Бонежевский был разочарован и бил девочку несколько недель. Затем, что бы ни случалось, Бонежевский срывал свой гнев только на Сильвию. И его дети вместе со стайкой соседских детей присоединялись к Бонежевске, который принуждал их мучить Сильвию. В том числе он же, среди прочего, тушил зажженную сигарету об ее кожу, избивал ее, обжигал ее кипятком и втирал соль в нее. Заставлял есть фекалии и вещества, которые причиняли ей мучения. Заставлял снимать одежду и делал еще много того, о чем не хочется говорить. 2 февраля 1959 года в горах России были найдены мертвыми 9 туристов-лыжников. И действительно, коренные манси называют эту гору гора смерти. Тела туристов хаотично лежали здесь с многочисленными повреждениями и вывернутыми наружу вещами. Одни лыжники имели серьезные повреждения черепа, в то время как еще пара других имели множественные переломы грудной клетки. Несмотря на это, ни один из трупов не имел никаких признаков борьбы. И тем страннее, что их тела имели многочисленные ссадины и травмы. Вот, к примеру, описание судмедэкспертов одного из тел. На левом бедре большой кровоподтек, многочисленные двухсторонние переломы ребер, кровоизлияние в грудной клетке, отсутствие мягких тканей лица, глазных яблок и языка, кровоизлияние в сердце и во внутренние органы. Причины их гибели и предполагаемые убийцы так и не найдены, хотя вердикт был следующим. Туристы погибли из-за природных сил. Очень неоднозначный вывод. Всегда появляется чувство страха, как только одной ногой ступил в подвал. Как будто смертельная, паранормальная сила ждет вас там. С самого раннего возраста у нас есть инстинктивное беспокойство из-за того, что что-то есть под кроватью, даже если ничего никогда под ней не было. Один особенно тревожный случай произошел в 2003 году, когда гость заметил неприятный запах в своей комнате в капре Мотель Канзас-Сити и попросил работников его устранить. Он открывал окна в течение трех ночей и использовал освежители воздуха, но вонь не исчезала, а только становилась сильнее. Когда пришла горничная и начала двигать мебель, чтобы убраться, она нашла останки разлагающегося трупа мужчины в самом матрасе, на котором гость Мотеля, повторюсь, находился, пролежал в течение трех ночей. 25 января 2014 года индианаполисский журнал Star опубликовал объемный доклад о семье с тремя детьми, якобы одержимыми демонами. Показания Латои Амонс и ее семьи подтвердили тревожные истории о детях, поднимавшихся вверх по стенам, прыгающих из одного угла комнаты в другой и угрожавших врачам нечеловеческим голосом, как в фильмах про одержимых. Кроме всех этих отчетов, журнал Аляска обработал почти 800 страниц официальных документов, полученных индианаполисским журналом Star и рассказал о более десятке интервью с полицейским персоналом, психологами членов семьи и католическим священником. Один из наиболее пугающих разделов доклада включает в себя сегмент о бесноватых детях 9-летнего возраста. В соответствии со статьями журнала Washington сообщается, что 9-летний ребенок, как в ночном кошмаре, пошел в обратном направлении вверх по стене к потолку, а потом спрыгнул, перевернулся и приземлился на ноги. Когда посторонние приходили к ним в дом, мальчик держал бабушку за руку и не отходил от нее ни на шаг. 12 сентября 2008 года два поезда столкнулись с Чаудсорт в районе Лос-Анджелеса. В результате катастрофы погибли 25 человек. Один из пассажиров на борту был Чарльз И. Пек, который направлялся из Солт-Лейк-Сити на собеседование в Лос-Анджелес, где он с высокой вероятностью получил бы работу. Его невеста Андреа Кэтс жила в Калифорнии, и он планировал жениться на ней, если бы его приняли на работу. В течение следующих 11 часов после катастрофы от него приходили сообщения о множественные телефонные звонки его невесте, сыну, брату, мачехе, сестре и всем его близким, получившие в общей сложности 35 звонков. Однако каждый раз, когда они отвечали, то слышали только шум. А когда они перезванивали, звонки шли прямо на голосовую почту, как будто телефон выключен. Семья могла только надеяться и предполагать, что Чарльз был жив под обломками и звал на помощь. Но когда поисковая команда наконец обнаружила его тело, имевшее многочисленные травмы, они сообщили, что Чарльз умер от удара и что он не мог бы совершать звонки. На этом все. Оставьте свою оценку и комментарий. Я буду очень благодарен. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!